Владычица Вселенной, не дивись, когда тебе доступно удивление за тем, что ты одна его достойна, но более всего прошу тебя, презрение ты не являй во взоре очей твоих подобных небесам. Не гневайся за то, что я дерзнул приблизиться к тебе, и ненасытно, бестрепетно тебя я созерцаю, прекрасное подобие Творца. Все, что живет, покорствует тебе, и красоту твою боготворит. Ты можешь быть Владычицей Вселенной, но здесь, в глуши, среди пустыни дикой, тебя один лишь видит человек. Меж тем, как ты богиней быть могла бы, среди богов и ангельские сомны должны тебя покорно окружать. Владычица Вселенной и Царица, блистательная Ева, я готов велением твоим повиноваться, которым все покорствуют вокруг. Вначале я ничем не отличался от всех зверей, и мысль моя была такой уже приниженной и жалкой, как пища та, которую вкушал я. О пище лишь и о различии пола понятия имел я. Но однажды, среди полей блуждая, увидал я древо чудесное вдали, и дивные плоды на нем виднелись, струившие волшебный аромат, пурпурный с отливом золотым, которые сильнейшее желание отведать их внушали мне собой. Так не пленял меня укропа запах и молока, когда порой вечерней течет оно обильно, из сосцов, овец и коз, и яблоков чудесных решился и отведать. Да ветвей могли б достать лишь вы с Адамом оба, так высоко росли они вверху. А потому я быстро обвился вокруг ствола, под древом столпились завистливые животные другие. И без труда достигнув середины, я от плодов заманчиво вкусил. И тут же я чудесной переменной, которая во мне произошла, был поражен. Я духом просветлел и разумом обрел способности речи, По внешности ничем не изменясь, возвышенным глубоким размышлением Я предаюсь душою с той поры. Открыты мне земля и небеса, все высшее, прекрасное постиг я. Но все, что есть прекрасного на свете, слилось в тебе, В лучах твоей красы, которой нет ни равной, ни подобной. Твоя краса влекла меня сюда, но, может быть, тебе я докучаю? Я здесь за тем, чтобы лицезреть тебя, Пред тобой склонясь благовейно владычицей, царицую вселенной.